Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды в самом разгаре. Мы с утра делимся рекомендациями, собственным видением рынка, фундамент, техника, друзья, все для вас. Чтобы у вас была инфа в принятии решений, сделки сопровождаем, объясняем. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Очень будем рады любой коммуникации с вами. Ну что, я предлагаю перейти непосредственно к демонстрации экрана и к тому, что на рынках происходит в моменте. Начнем классически с индекса американской валюты. В ходе нашего с тобой прошлого эфира как раз мы наблюдали за развитием технического отката. И пришли, по-моему, довольно к однозначному, на мой взгляд, предсказуемому и верному выводу о том, что тот коррекционный откат, который был, он относился как раз к плоскости лишь локальной коррекции. То есть это было нормально то, что временная инициатива перешла к покупателям после того мощного нисходящего ралли, которое ранее развивалось. И я, кстати, для тех, кто присматривается сейчас к индексу американской валюты, либо строит торговые идеи, проявляет какую-то торговую активность с учетом именно акцента на этот инструмент, подчеркивала, что в случае, если этого коррекционного движения индекса доллара сможет улететь в диапазон 91-91.50, можно будет смело снова заходить в шорт, потому что позиционно американская валюта по-прежнему уязвима к еще большему снижению. Потому что вот это снижение, которое мы видели, это распродажи, опирающиеся на ожидание новых мер фискального стимулирования. А сейчас, после особенно вчерашнего новостного фона, когда Мнучин в лице всего Министерства финансов представил Нэнси Пелоси, представителей, новый пакет фискальных стимулов на 916, по-моему, миллиардов долларов или 918. Ну, погрешность 2 миллиарда долларов, я думаю, она незначительна для американской экономики. Короче, очевидно, что Конгресс сейчас очень сильно замотивирован как-то помочь экономике, поскольку мы все прекрасно видим по ковидной теме, рекордные показатели количества заболевших. Вот эта картина не меняется, Виталий. Мне кажется, последние три месяца действительно каждый эфир я говорю о рекордном уровне количества заболевших за сутки. Страшные цифры, и мне почему-то кажется, что после выходных, точнее новогодних праздников, да, ну, затяжных выходных, продолжительных в январе, обстановка может быть еще хуже. Сейчас видел много комментариев тех экспертов и аналитиков, которые все-таки пытаются спрогнозировать дальнейшее движение всех активов с учетом ковидной темы. Многие говорят о том, что грядет третья волна. Я не настолько скептик, конечно же, но прекрасно понимаю, что из-за того, что люди сейчас будут проводить больше времени в закрытых помещениях, есть риск того, что распространение инфекции усилится. Поэтому у демократов, у республиканцев сейчас конкретная задача уже наконец-таки действовать, помогать экономике деньгами. Эти новые притоки ликвидности, соответственно, причина для снижения курса доллара. И в связи с этим я очень надеюсь, друзья, то, что у вас нет никаких сомнений, так же, как у меня, в том, что американская валюта может оказаться под еще большим прессом и точно закрепиться ниже 90 пунктов. Также в прошлый раз мы разбирали золото, я смотрел на золото, рекомендовал выкупать там с отметки 1820, делался акцент на то, что золото вырастет. Действительно, золото показало мощную восходящую динамику на все том же фоне, связанном с мерами экономического стимулирования. Если, друзья, кого-то из вас интересует непосредственно сделка, например, до конца года по рынку драгоценных металлов, то по золоту могу однозначно сказать, что мы реально можем увидеть 1900 и выше. Основная сделка все-таки была по нефти, рекомендовал продавать через отложку 48,60, и профит в районе 45, стоп-лосс был на отметке 49,50. Ну, это сделка еще, скажем, в работе. Очень рассчитываю на то, что все-таки котировки Brent продают, не дадут дальше расти, хотя я понимаю, что это сделка против тренда. Но мне с позиции фундамента вообще непонятно, как цены на нефть растут в условиях роста предложений в Ливии, в условиях потенциального увеличения добычи на 500 тысяч в странах ОПЕК, плюс на фоне уже подтвержденного факта роста производства участниками энергетического пакта, вот я имею в виду страны ОПЕК, которые нарушают обязательства по сделке и увеличивают добычу. Конечно же, его сейчас можно объяснить тем, что делается большая ставка на восстановление мировой экономики. Но разве это так? Мне почему-то кажется, что совершенно это еще и не факт, что мировая экономика сможет оправиться от последствий ковида быстро, преодолеет весь этот негатив и вернется к прежним показателям экономической активности. Я думаю, что по рынку нефти, конечно же, это спекулятивная игра сейчас, трейдинг крупных игроков, какие-то целевые значения, которые мы не видим, они где-то там присутствуют, но с позиции фундамента все-таки этот актив больше интересен для продаж. Буду и дальше пытать удачу, поймать этот коррекционный прорыв вниз. И вот та сделка, которую я озвучил, она сейчас, в принципе, довольно нормально, как бы укладывается в плоскость всего, что я сказал по фундаменту. И как раз это трейд, который может помочь заработать в случае снижения цен на нефть. И на сегодня, Виталий, знаешь, какую я сделку возьму? Это выкуп европейской валюты в случае, если мы уйдем к отметке 1,2050. Акцент на евро делаю. Почему? Потому что завтра заседание Европейского центрального банка, и получается наша с тобой следующая встреча уже будет в понедельник после этого события. Конечно же, волатильность будет серьезной, значительной. И евро, как говорит молодежь, поколбасит и неплохо. Евро сможет и обновить локальные максимумы, и, возможно, на решениях ЕЦБ о новых дополнительных инструментах стимулирования коснуться и таких локальных недельных минимумов. Позиционно, так же, как и в отношении доллара, где ставка вниз по евро, только лишь лонг. Но те, кто, например, еще не покупал европейскую валюту, либо покупал раньше, но уже закрылся по тейк-профиту, считайте, что в случае коррекции в районе отметки 1,2050, это будет идеальная возможность, чтобы зайти в лонг. Стоп-лосс можно поставить на уровень 1,1980 и ожидать уже обновления парой максимума на отметке 1,22. То есть основной акцент сейчас сделаю на динамику главного валютного риска евро-доллара. Держим еще короткую позицию по нефтянке и по-прежнему смотрим на индекс доллара только с точки зрения продаж. Виталий, слово тебе. Всех приветствую. Ну, у меня в прошлый раз были аналогичные идеи, как у тебя. Это шорт нефти, то есть ты брендовал, я лайт, и аналогично лонг золото я рассматривал. По поводу на текущий момент, я бы, ну, скажем, воздержался от чертов по нефти. Она мне чуть-чуть не нравится. Я пока буду находиться вне рынка по данному активу. Тренд, как ты отметил правильно, рискованная сделка. Ну, как-то ее здесь выкупают, и такое ощущение, что дальше могут продавить выше, скажем, 46-47, возможно. Ну, не исключаю тоже падение, так как есть и признаки, поэтому я буду находиться сейчас вне рынка по данному активу. Аналогично золото обсуждали лонг. Я его ждал, скажем, более какую-то хорошую проторговку на вот этой отметке, там, 1800-1820. Я ее видел, скажем, небольшую проторговку, вот эту на часовиках. Я ждал аналогичную на дневках, ее не было, рассматривал лонг, но пропустил его. Вот этот лонг, который был по золоту, буду дальше искать при наличии, если что-то нарисуем более хорошее. Ну, скажем, бывают такие моменты, ждешь что-то более надежное, пропускаешь движение. Здесь минус в том, что, так как я говорил, нельзя пропустить это движение, так как у нас может получиться взрывной рост на 2000 и, возможно, выше, там, на 2500 по золоту. Так как это все коррекция возможная, мы улетим наверх сильно. На текущий момент точек входа не вижу в лонг, слишком большие стоп-лоссы по данному активу. Это аналогично, здесь была точка входа в лонг, которую я пропустил по нефти, марки Light или Brand, без разницы. Когда я обсуждал, что я вижу рост среднесрочный по нефти, это вот на этой отметке. Здесь аналогичный был, в принципе, паттерн. То есть импульс такой с нескольких дней коррекции, но здесь было два дня коррекции, там один день коррекции и дальше взрывной рост и только лонг, лонг, лонг. Аналогично что-то похожее, я думаю, жду по золоту, как вот здесь по нефти роста сильного. На сегодня я бы хотел дать рекомендацию покупку валютной пары доллар-иена с текущих покупкой. Это 104.20, со стоп-лоссом в районе 103.80 и ожидаю, ну, хотел бы, чтобы она подросла в район 104.70 и, возможно, там 105.50. Где-то вот на таких отметках. Обязательно ставим стоп-лосс, потому что эта сделка тоже контр-тренд, могут провалить сильно вниз. Ну и что, кстати, по биткоину. Кстати, видел вчера неплохие шорты. Я думаю, что биткоин также дальше будет продолжать падать вниз, думаю, до уровня 16 тысяч, возможно, и ниже на этой отметке. Ну и плюс по евро-доллару ожидал более сильную коррекцию вниз, где-то в район 1.20, пока ее не нарисовали, как-то сильно выкупили ночью. Еще вчера рассматривал шорты, мы немножко падали по данному активу. Ну, на текущий момент возможно снижение, ну, какое-то оно очень рискованное, могут из текущих выкупить и уйти наверх. Но, как и говорил ранее, вот этот весь рост по евро-доллару, я вижу, что здесь мы где-то уже будем заканчивать расти. Ну, даже если мы сделаем там 1.22, 1.23, это не та прибыль по сравнению с тем, что если сейчас шортить, и можно получить там движение по евро-доллару глобальное, ниже паритета, я думаю, так как у нас, я уже ранее обсуждал эту тему, что у нас сейчас перекупленность по евро и сантимент находится на историческом максимуме. С этого, с этой точки мы там плюс-минус, как я уже ранее говорил, 100, там 200, 300 пунктов, если сделаем по евро, то это ничего страшного, так как потенциал у нас падения очень сильный вниз. Ну, как-то вот так. Пока идея только по доллар-иене, все остальное так, размышления по рынку. Понял, Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, следим. Тебе хорошего закрытия недели, хороших выходных. В понедельник вернемся к финансовым рынкам, поговорим, думаю, актуально будет еще про европейскую валюту, тем более, что ты дал оценку о своей того, что происходит. У меня непосредственная сделка по этому инструменту. Думаю, будет интересно. Действительно, евро в плане событий новостных до конца недели держит за собой статус самого интересного инструмента. Как отреагирует сейчас евро на итоги решений по мерам экономического стимулирования, никто не знает. Ну, посмотрим, друзья. Контролируйте риски, это обязательно. Рынки очень волатильные. Нужно держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит. Не оставляйте ваши позиции без присмотра. Спасибо тебе, Виталий. Пока.